коллеги здрасте 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 тоже рада всех видеть кого-то знаю кого не знаю а сегодня будем говорить очень быстро очень конкретно и очень инструментально значит три темы разберем нишевание воронки и в конце дам инструмент карта микро моментов с которым вы уйдете уже своей организации и будете собственно говоря учиться им пользоваться начнем с следующего поговорим мы про нишевание скажите пожалуйста поставьте в чат плюсики те организации кто каким-то образом изучает свою аудиторию кто знает как изучать кто с вами работает кто на вас реагирует есть такие поставьте пожалуйста плюсики в чате если вот кто понимает зачем нужно знать свою целевую аудиторию смотрю чат да галина ой галина здрасте привет к ленинграду танечка здрасте всех знаю света здрасте очень хорошо ну то есть вы примерно понимаете зачем вам нужно знать целевую аудиторию я хочу напомнить что целевая аудитория это те люди от которых вы хотите получить какой это целевое действие да чтобы они вам сделали пожертвование приняли на работу ваших ребят подопечных пришли к вам волонтере подписались на вашу группу в контакте то есть целевая аудитория те люди которые должны выполнить какое-то целевое действие зачем вам нужно знать и изучать целевую аудиторию но прежде всего для того чтобы создавать конкурентоспособные продукты для того чтобы создавать конкурентоспособные какие-то месседжи да к ним второе это уменьшить число касаний мы с вами понимаем что от момента знакомства с вашей организацией до момента совершения целевого действия до совершения пожертвования или совершения какой-то принятия решений стать вашим волонтером вы постоянно свою аудиторию касаетесь как вы касаетесь на сайт она заходит вы ее коснулись в социальных сетях сделали пост вы ее коснулись провели какое-то мероприятие вы ее коснулись так вот для того чтобы этих касаний было как можно меньше а конверсия была как можно больше да вы должны понимать с кем вы работаете на кого вы работаете и зачем что вы ей транслируете да и последняя такая очень веская причина понимая целевую аудиторию вы начинаете выстраивать релевантные воронки чуть ниже мы про воронки будем говорить подробно сейчас вот такая общая информация то есть вот три причины зачем вам нужно знать целевую аудиторию но мы с вами понимаем что целевая аудитория это такое очень сильно эфемерное понятие да кто там находится на том конце провода это очень сложно на самом деле вернее ну как так скажем не сложно а затруднительно понять кто вас поддерживает например кто-то может прямо сейчас сказать там не знаю в чате хотя бы один Галина нет секунду это не ваша целевая аудитория это ваши благополучатели целевая аудитория это те кто совершает какое-то целевое действие это очень важно коллеги не путайте пожалуйста благополучателей которые получают от вашей организации некое благо и целевую аудиторию кто вас поддерживает так кто платит вам деньги кто тратит на вас время это два разных сегмента это два разных понятия и здесь очень важно вот это вот отличие уловить благополучатели и целевая аудитория потому что благополучатели получают от организации благо да они пользуются продуктами организации они участвуют в продуктах организации целевая аудитория ваши партнеры кто вам дает деньги до бизнес-партнеры ваши грантодающие организации ваши доноры вот эта целевая аудитория и мы сейчас говорим непосредственно про тех кто совершает целевое действие поддерживая вашу организацию это важно пожалуйста разграничивайте два вот этих понятия да а значит пожалуйста напишите в чат те кто хоть может назвать хотя бы один сегмент своей целевой аудитории один давайте мы не будем говорить про все один сегмент вашей целевой аудитории от которой вы ожидаете ожидаете какое-то целевое действие можете написать мне пожалуйста бизнес сообщества первый раз слышу такой подход к ца хорошо кристина круто бизнес сообщества родители младших школьников очень хорошо администрация очень хорошо еще есть кто-то кто еще может написать какой-то сегмент бизнес супер давайте сейчас закрываю давайте мы сейчас так секунду осмотрим следующий слайд и поймем что вот когда вы пишете слово бизнес да или когда вы пишете слово администрация это очень такое обтекаемое понятие потому что мы а должны понимать что представители целевой аудитории это люди да это люди которые могут быть поделены по возрасту гендерное разделение может быть да по социальному статусу по интересам так вот а когда мы говорим о том что мы должны нишевать нашу целевую аудиторию это значит что мы должны наделять их какими-то исчислимыми критериями качественными критериями то есть если мы с вами возьмем просто аудитория бизнес это непонятно кто находится в этом сегменте аудитории давайте попробуем представить социальный статус вот этих людей которые подпадают под категорию бизнес кто они они начинающие предприниматели они руководители компании они штатные сотрудники они топы да кто они ваша задача выполнить вот этот вот комплексный анализ и понять кто все таки вас поддерживает а когда мы с вами определяем качественные критерии аудитории да как мы их определяем ну условно говоря вот мы сейчас после нашей встречи все идем в социальные сети да в социальные сети ваших организаций и начинаем смотреть кто нас поддерживает разделяя нашу аудиторию согласно качественным характеристикам это нужно сделать сейчас ниже покажу правильное нешивание и неправильное нешивание так я сейчас его покажу вот смотрите очень часто ко мне приходят организации и говорят наша целевая аудитория женщины 25-60 лет есть дети работают в коммерческой компании замужем много путешествует вот эта организация считает что она знает свою целевую аудиторию так не работает это очень обтекаемые формулировки корректное нешивание выглядит немножечко по-другому женщина руководитель да руководитель компании по производству рекламных носителей и мы сразу же понимаем мы просто смотрите ввели понятие руководитель да и мы понимаем где в каких кругах может находиться этот человек да какая сфера интересов у ней может быть дальше мы продолжаем по производству рекламных носителей и мы еще более формализуем целевой показатель нашей аудитории дальше мы ее можем определить определить территориально да проживает в Архангельске да она может что делать она может воспитывать ребенка мальчика девочку и мы тоже это можем из социальных сетей все вытащить у нас сейчас фактически у 90 процентов есть аккаунты в социальных сетях идите смотрите анализируйте кто вас поддерживает как вас поддерживает и какими качественными критериями вы можете их наделить это важно почему важно скажу дальше чуть-чуть да еще раз возвращаясь к этому слайду после того как мы с вами выделили качественные критерии по которым мы не шуем нашу целевую аудиторию мы можем разбить эти категории по мотивам вот смотрите есть два мотива в плоскости социального первый мотив плоскость социального и плоскость материального коммерческого что такое плоскость социального это люди которые поддерживают вашу организацию по любви да это люди которые вас любят которые с вами дружат вот это очень такой критерий условный но он отлично объясняет что такое социальный мотив да там где есть место дружбе где есть место любви так скажем нет места какой-то коммерческой истории и наоборот сейчас попробую объяснить вот представьте вот вы дружной семьей да там я не знаю приехали к свекрови или к тёще на ужин и вы вот покушали хорошо поговорили хорошо вам вот все в кайф все комфортно и вдруг вы встаете и говорите а теперь дорогая тёща я с вами рассчитаюсь достаете бумажник и выкладываете ей какие-то деньги на стол скорее всего вы получите конфликт да потому что люди вас кормили по любви ну это такая вот больше метафора здесь то же самое некоммерческие организации поддерживают большинство людей в плоскости социальной если мы переводим это на материальную плоскость здесь должна быть совсем другая коммуникация тоже об этом чуть попозже скажем после того как вы снишивали вашу аудиторию после того как вы разделили ее по мотивам почему вас поддерживают кто вас поддерживает потому что любят вашу организацию кто вас поддерживает потому что они решают какую-то свою проблему свою какую-то боль ну например есть допустим если ваша целевая аудитория представители администрации то их задача решить распределение вот это не знаю субсидированной помощи по организациям городским да то есть они не распределяют помощь по любви к вашей организации они распределяют потому что им это нужно сделать потому что у них есть бюджет вот здесь вот это очень важно тоже разделять после того как вы разбили свою аудиторию по мотивам да определили в какой плоскости находится ваша вот эта аудитория определенная по качественным характеристикам дальше вы выделяете ядро аудитории тоже очень важно понимать ядро что такое ядро это основные ваши плательщики это основные ваши доноры это те кто поддерживает вас постоянно вам это ядро необходимо найти это очень важно почему потому что вы дальше будете отталкиваться от понимания вашего ядра отталкиваться для того чтобы совершить какие-то эффективные коммуникации если выбор посмотреть на процесс нишевания если общий процесс знаете так сверху увидеть можно разделить его на три этапа это собственно само нишевание да когда мы определяем качественные критерии ищем согласно этим критериям сегменты в нашей целевой аудитории делаем описание каждого сегмента да мы подробно описываем каждый сегмент что мы делаем дальше вот мы выделили например шесть сегментов да дальше мы начинаем выполнять оценку мы начинаем оценивать каждый сегмент аудитории на предмет перспективы есть потенциал в этом сегменте имеет смысл с ним коммуницировать настраивать свои коммуникации на него чтобы получить целевое действие или нет или это бесперспективный сегмент например если мы один из сегментов выбрали родить мамы там детей дошкольников да то мы дальше смотрим а мамы у нас платежеспособные или не платежеспособные они у нас находятся в декрете и воспитывают ребенка в одиночку и это мы не можем оценить как потенциальный сегмент перспективный вернее сегмент или это мамы каких-то которые работают на дому и имеют возможность не знаю совершать какие-то целевые действия да подписываться на рекуррентные платежи например а может быть тот сегмент который не имеет возможности может стать нашим волонтером то есть вот мы с вами каждый сегмент анализировали мы каждый сегмент наделили понятными критериями понятно что такое понятные критерии формализованы те критерии которые можно посчитать если вы в какой-то сегмент ставите всех счастливых людей это не критерии счастливое счастье невозможно измерить вы должны каждому сегменту наделить критерии счастливый тот который можно потрогать пощупать это очень важно да и вот на этом этапе выбор целевых сегментов Мы с вами выставляем цели по каждому сегменту. Мы оценили перспективу, мы увидели, что есть в этом сегменте перспектива, мы определили цель, что мы от этого сегмента хотим. Мы хотим, чтобы они стали нашими волонтерами, мы хотим, чтобы они запустили волонтерский фандрайзинг, мы хотим, чтобы они стали нашими, не знаю, партнерами по какому-то проекту. То есть вот эти сегменты мы определяем теперь, вернее, по каждому сегменту мы выставляем собственную цель. Ну и, собственно, следующий финальный такой этап нишевания, очень быстро иду, в котором мы разрабатываем стратегию позиционирования для этого сегмента. Что такое стратегия позиционирования? Это формальное объяснение того, чем занимается ваша организация. И таких объяснений может быть несколько. Вы кому-то объясняете, что вы запускаете волонтерский фандрайзинг, вы кому-то объясняете, что вам нужен срочно закрыть срочный сбор. И финальный, так скажем, шаг – это создание воронки для каждого сегмента. Что такое воронка? Коллеги, поднимите руки тех, кто знает, что такое воронка. Коллеги, или плюсики поставьте, или да, напишите. Кто-то знает, что такое воронка? Жду, жду. Жду. У нас осталось 12 минут. Оксана знает. Круто, спасибо. Есть. Лена знает. Ольга знает. Елена знает. Отлично, знаем. Итак, что такое воронка? Воронка – это конвертация ваших целевых сегментов от момента первичной встречи с вашей организацией до момента совершения сделки, до момента получения целевого действия. Воронки выстраиваются под каждый сегмент аудитории. Коллеги, очень большая ошибка запускать рекламу всю на всех. Так не работает. И работать не будет. Вы должны четко понимать сегмент и должны четко выстраивать воронки для каждого сегмента. Где вы впервые встречаетесь со своей аудиторией? Это может быть реклама, это может быть сообщество, где вы размещаете статью, да. Это могут быть какие-то ваши партнеры, то есть где ваша аудитория впервые встречается с вашей организацией. Очень важно, зачем мы говорим про сегменты. Понимая свои сегменты аудитории, вы понимаете, где вы можете организовать вход в вашу воронку. Вот я хочу, чтобы вы эту систему поняли. Сначала вы сегменты выделяете, а дальше вы начинаете в каждый сегмент выстраивать воронки, пробовать запускать запуски. Например, если вы опять же берете родителей, не знаю, младших школьников, да, где они находятся? Они могут находиться в каких-то пабликах родительских. Соответственно, вы можете на этот паблик настроить таргетированную рекламу. А кто, кстати, вот скажите, пожалуйста, кто-то понимает, что такое таргетированная реклама? Есть вообще понимание? Есть ли, да, Света, понимаете, что такое таргетированная реклама? Таргетинг, коллеги, это доставка вашего контента до целевых сегментов вашей аудитории. Таргетологи, они не боги, они не могут, так скажем, продавать ваши основные продукты, ваши идеи, ваши смыслы. Таргетологи доставляют информацию до потенциальной целевой аудитории. Соответственно, что это значит? Это значит, что чем лучше вы знаете свою аудиторию, чем лучше вы ее сегментируете, да, чем больше у вас качественных критерий оценки, тем легче таргетологу настраивать эту рекламу, тем легче таргетологу найти представителей вашей целевой аудитории на просторах интернета. Соответственно, дальше, что происходит? Человек увидел вашу рекламу, дальше он попадает на сайт, и вот здесь следующий этап воронки, о котором невозможно не сказать. Если у вас не сделан сайт, если там нет перечня продуктов, да, для целевой аудитории, либо объяснение, как вы работаете с взятыми на себя обязательствами, что вы делаете. Если на этом сайте нет подтверждения эффективной вашей работы, значит, вы человека теряете. Еще раз, смотрите, коллеги, у нас сейчас нет задачи делать аудиты ваших сайтов и объяснять, каким сайт должен быть. Возможно, мы сделаем эту встречу, если будет потребность. Так или иначе, когда человек попадает с рекламы на ваш сайт, он должен максимально в течение трех секунд очень быстро понять, что вы делаете и что вы от него хотите. Следующий этап воронки – это либо подписка на рассылку, либо совершение первого платежа. Первого, но не значит, что постоянного, да. Если человек совершил какой-то платеж, но не подписался на рекуррентный, дальше вы можете с ним работать. Если человек подписался на вашу рассылку, значит, вы сможете с ним работать. Но это еще не значит, что вы его прямо конвертировали в своего какого-то постоянного клиента. И тут тоже очень важно понимать, насколько у вас удобна форма подписки, насколько у вас удобна платежная форма, насколько вы предусмотрительно запланировали шаги, которые человек должен сделать, будучи на вашем сайте. Это тоже очень важно. Ну и финальная – это, собственно, та сделка, ради которой все затевается. Это совершение платежа и подписка на рекуррентный платеж. Это покупка, если меня сейчас слушают социальные предприниматели. В любом случае, вот этих воронок вы можете делать несколько на самые перспективные сегменты вашей целевой аудитории. И не всегда вход в воронку может быть через рекламу. Еще раз, это может быть через размещение какой-то статьи в популярном СМИ. Это может быть через партнеров информационных. Это может быть через ваши социальные сети, которые, собственно, вы раскачиваете, да, постоянно-постоянно заводя новых людей. Я не знаю, понимая ваши сегменты аудитории, вы можете понять, где вы можете их найти, где вы можете найти этих людей. Скажите, пожалуйста, с этим более-менее понятно или непонятно? Совсем ничего, все в кучу. Понятно или непонятно? Поставьте плюсики или минусики. Андрей поставил плюс или, мне кажется, Лена поняла, Света поняла, Кристина поняла. Таким образом, дорогие коллеги, вот еще раз я возвращаю вас вот к этому слайду, пожалуйста, вот к этому. Вы должны выполнить три шага. И о чем важно здесь, что важно здесь отметить? Что если вы, как руководители, будете делать анализ целевой аудитории самостоятельно, скорее всего, вы не увидите эти качественные критерии, вы не сможете определить. Вот я бы прямо сейчас собрала команду и попробовала бы сделать анализ вашей целевой аудитории. Прямо командная работа на доске, на большой доске прописать, какие критерии вы берете за основу, да, в каких сегментах вам перспективно работать, да, делайте описание каждой, а дальше вы накидываете варианты входа в воронку. Соответственно, вот если, по идее, у вас должна такая матрица сегментов получиться. Не обязательно шесть, их может четыре, да, самых перспективных. Их может быть один, но самый перспективный, в который вы будете бить дальше. Я не знаю. Но лучше, конечно, один маловато, лучше хотя бы три сегмента выделить. Что еще? Смотрите внимательно вот на этот слайд. Когда мы говорим про то, как можно увеличить показатели каждого этапа воронки. Кто первый догадается, как можно увеличить показатели каждого этапа воронки? Можете в чат написать, кто догадается? Коллеги, кто может догадаться, как увеличить нам показатели каждого этапа воронки? Поднимите руку. Вот смотрите, у нас с вами конверсия. Да, мы тысячу раз, молодец, Оля, мы тысячу раз показали, а конверсия с тысячи показов в 100 человек перешло на наш сайт. Соответственно, из этих 100 человек, перешедших на наш сайт, только 5 подписались на нашу рассылку, либо сделали наш первый какой-то платеж, первый взнос минимальный 100 рублей. И, собственно, только один человек подписался на рекуррентный платеж. Вот это, собственно, конверсия реальная. Из тысячи показов рекламы одна, как минимум две сделки, два регулярных рекуррентных платежа. Соответственно, для того, чтобы увеличить нам с вами конверсию, мы, первое, мы должны увеличить вход, мы должны увеличить количество показов, а второе, мы должны постоянно проверять, ставить разные гипотезы для того, чтобы улучшить эффективность каждого этапа. Если мы видим, что у нас на сайт заходит 100 человек и 100 также уходят и не совершают целевого действия, вопрос к кому? Вопрос не к ним, что они дураки, вопрос к нам, что у нас что-то не налажено, что-то не отработано, может быть, что-то непонятно, может быть, нет перечня перспективных продуктов, может быть, мы плохо объяснили, чем занимается организация. Смотрите, коллеги, вот прямо буквально с колес случаи, когда организация говорит, наша целевая аудитория – это люди с ментальными нарушениями. На мой вопрос справедливый, что вы хотите с ними сделать, с людьми с ментальными нарушениями? Мне руководитель отвечает, мы хотим их трудоустраивать. Вопрос – кто их целевая аудитория? Ответьте мне, пожалуйста. Это очень важно. Если вы сейчас ответите правильно, значит, все не зря. Соответственно, их целевая аудитория – работодатели, их целевая аудитория – биржа труда. Соответственно, их коммуникации должны быть направлены именно навне, на работодателей. Целевое действие – это трудоустройство. Соответственно, что мы должны делать? Как минимум, наш один из продуктов нашей организации должна быть какая-то, не знаю, учебный центр, какой-то проект по профпереподготовке или проект, не знаю, какой, скажите, помогите мне, проект сопровождения трудоустроенных людей. У нас на сайте должно быть снято возражение, что, коли мы заявляем, что мы людей трудоустраиваем, унесем за них ответственность, мы на сайте должны объяснить, ребята, работодатели, не бойтесь брать наших ребят на работу, да, мы их и сопровождаем, и обучаем, и за руку водим, и по утрам будем. Вот это важно. Вот когда человек заходит на ваш сайт, он должен видеть эту информацию. Согласитесь, вот две организации, давайте попробуем, еще сейчас проверю, понимаете вы меня или нет. Две организации, обе работают с детьми-сиротами. У одной организации написано на сайте, мы занимаемся социализацией детей-сирот, у другой организации написано, мы трудоустраиваем выпускников детских домов в городе Архангельске. Скажите, пожалуйста, кому потенциальный работодатель поверит больше? Тем, кто занимается социализацией, или тем, кто трудоустраивал? Конечно. Вот у вас на сайте должно быть четкое объяснение, что вы делаете и для чего вы делаете. Сегментируйте свою деятельность тоже. Да, второй, Марин, спасибо. Соответственно, вот эти конверсии вы можете увеличивать только за счет того, что вы увеличиваете число показов вашей рекламы, вашего входа в воронку. Второй этап – это вы оптимизируете свой сайт, вот прямо сейчас проанализируйте на предмет целевой аудитории, на предмет понимания продуктовой линейки, что вы делаете, своей деятельности. Дальше на предмет удобства, на предмет удобства подписаться на рассылку, сколько шагов нужно сделать, удобство сделать платеж, сколько шагов нужно сделать. Мы понимаем, каждый следующий шаг платежа автоматически отсеивает каких-то людей, каких-то потенциальных наших клиентов. Вот, собственно, то, что касается воронки. Это, да, первые две цифры презентации, да, надо увеличить, улучшить, вернее, показатели каждого этапа. Первые две цифры – рекламный трафик, СМИ, лидеры мнений, партнеры и соцсети – это каналы коммуникации, да. Это значит, что мы выходим с вами во все каналы коммуникации. Мы планируем рекламный бюджет, мы начинаем работать со СМИ, мы ищем лидеров мнений, мы находим информационных партнеров, мы ведем свои социальные сети, в которых объясняем, чем занимается наша организация. Вторые две цифры, третья и четвертая – это понятные для неподготовленной целевой аудитории продукты. Что делает ваша организация? Тот пример – социализация выпускников. Если вы их трудоустраиваете, значит, вы пишете «мы трудоустраиваем». Если вы их воспитываете, там, не знаю, ищете приемных родителей, значит, вы так и пишете «мы ищем приемных родителей», мы этих родителей обучаем и готовим. Не надо ходить вокруг да около и думать о том, что все все понимают. Никто ничего не понимает. Сейчас особенно в наше непростое время у вас должно быть очень все формально написано. Инструмент – понятная продуктовая линейка. Инструменты – это ваши продающие тексты, это ваши фотографии, это факты. Факт – вот смотрите, чем отличается факт от вымысла. Гарант зарегистрирован в апреле 2013 года. Это факт, который я могу подтвердить. Могу подтвердить, не знаю, выпиской из ЕГРН. Могу? Могу. Это факт. Получили благодарственное письмо от администрации – это факт. Размещайте факты на своем сайте. Не надо там какие-то придумывать сложно сочиненные предложения. Отзывы. Отзывы от вашей аудитории, от ваших благополучателей, от родителей, от тех, кто непосредственно пользуется, не пользуется, вернее, а совершает какие-то целевые действия. Работодатель получил вашего сотрудника, вашего человека, и его устроила коммуникация с вами. Его устроил ваш, собственно говоря, тот продукт, который вы реализуете. Попросите у него отзыв. Это нормально, если у вас будет стена с отзывами. Мало того, если вы отзывы отправляете на задний план сайта, это не очень хорошо. Вы про каждый отзыв можете делать в новостях публикацию. Таким образом, вот эта коммуникация друг с другом, она должна быть регулярной. Не получится так, что вы сегодня проанализировали, сделали сайт и забыли про это все хозяйство. Нет. Каждый месяц вы смотрите на свою целевую аудиторию, вы ее анализируете, вы выбираете какие-то перспективные сегменты и, по большому счету, работаете на них. И выстраиваете на них новые воронки. В итоге, когда вы проанализировали целевую аудиторию, когда вы разбили ее по нишам, когда вы поняли, где ее ловить и какие воронки необходимы для каждого сегмента, вы, по сути, создаете вот такую матрицу с формализацией ворона. Вы фиксируете, расставляете приоритеты, что вы делаете в начале, что вы делаете в конце, на какой сегмент вы нацеливаетесь, и дальше начинаете работать. И последнее, что я сегодня хочу сказать. Есть такой инструмент, который называется карта микромоментов. Это таблица, которую я прям рекомендую вам заполнить до пятого числа, до встречи с Викой. Почему? Потому что, когда вы будете четко понимать, где вы встречаетесь с представителями вашей целевой аудитории, и вы будете четко понимать, что он видит, когда он с вами встречается, что он находит, какую информацию он находит, как вы сейчас присутствуете на сайте и как вы хотите присутствовать. И вот это как вы хотите, это, собственно говоря, будет основа вашего дальнейшего маркетингового плана. Что вам нужно сделать в течение месяца, не знаю какой период, двух, трех месяцев, для того, чтобы довести свою коммуникацию до удобоваримого состояния. Вот почему советую сделать до пятого числа, хотя бы крупными мазками накидать, потому что пятого Вика будет рассказывать о том, как сделать чат-бот, и здесь вы уже примерно сможете понимать, какие сегменты аудитории вы в этот чат-бот можете пригласить, можете завести, предварительно организовав, собственно говоря, вход в воронку. Вот как-то так. Я уложилась почти. Давайте вопросы. Можно голосом. Можно вопрос, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, на минуту, если представить, что будет ограничение продвижения в социальных сетях, и, ну, таких, например, да, в продающих сетях, как Инстаграм, там, и прочее, прочее, будет ли актуальна эта информация? Ну, мне кажется, вы плохо слушали меня, потому что я оговорилась, что реклама – это не единственная, таргетированная реклама и контекстная реклама – это не единственная возможность заводить людей в ваши воронки. У нас остаются СМИ, пусть не все, но остаются. У нас остаются информационные партнеры, у нас может остаться наружная реклама, у нас может остаться волонтеры, которые раздают листовки. Я не знаю, что вы сделаете входом в воронку вашу. Инструментарии – огромное количество. Если хотите, я могу в чат прислать таблицу. Где-то у меня была, я уже давно просто не пользуюсь, где-то у меня таблица была с перечислением всех возможных носителей информации, вот чтобы вам было полегче. Потому что если отключат интернет, мы перейдем на наружную рекламу, на рекламу в транспорте перейдем. Я здесь вопрос, вот, наверное, так отвечу. Понятно, Николай? Я надеюсь, комментарий от Елены будет отлично, не про то, что мы перейдем на рекламу в транспорте, а про то, что ты, Ирин, вышлишь таблицу. Да, я пришлю. Давайте я поищу, где-то у меня была эта табличка, в которой написаны все возможные, так скажем, способы, все возможные способы встречи с вашей целевой аудиторией. Но я все равно, смотрите, коллеги, я еще раз вас прям призываю, пожалуйста. Я, вот смотрите, вы можете не делать ничего. И это тоже ваш выбор, и это ваше право. Это очень круто, что вы не будете ничего делать. Мы здесь собрались ровно для того, чтобы придумать, что делать. Первое, что бы я сейчас сделала, это смешивать аудиторию и выбрать перспективное. Выбрать тех, кто реально может нам помочь. Вот как-то так я вам отвечу. Выбрать, найти критерии и понять, с каким месседжем мы можем к ним обратиться, понять, что мы можем им сейчас предложить. Я очень много сейчас вижу объявлений, психологические консультации бесплатно. Вот сейчас всем плохо, и все организации готовы предоставлять каких-то своих психологов, специалистов бесплатно. И вот эти консультации, они тоже могут стать входом в вашу воронку дальше. То есть вы консультируете, и дальше вы показываете, чем занимается ваша организация. Вы находите возможности, не находите причины, для того, чтобы ничего не делать, а находите возможности, чтобы сделать как-то где-то что-то. Я, наверное, так отвечу. Мне это тоже очень важно, чтобы вы услышали. Гуманитарную помощь сейчас многие организации собирают. Круто. Вы собираете гуманитарную помощь, вы выстраиваете свою воронку, чтобы человек, принося вам гуманитарную помощь, не знаю, подписывался на ваш чат-бот и узнавал новости, как эта гуманитарная помощь, дошла, не дошла, это самое, получили, не получили благополучатели. Таким образом, вы все равно держите связь со своей аудиторией. Кризис закончится, у вас останется база, у вас останется ваша аудитория, которую дальше вы сможете каким-то образом прокачивать. Вот из любой возможности можно найти какой-то вариант, не знаю, если голову приложить. Извините. Давайте еще вопросы. Слушай, Ирина, немножко пролистала чат, не знаю, насколько актуальный вопрос сейчас или ты ответил на него в ходе, потому что он был в середине от Андрея вопрос. Сначала сегментация, а потом цели, или сначала цели, а потом уже под эти цели сегментация. Сначала критерии, по которым вы сегментируете аудиторию. Сначала вы определяете критерии, как вы сегментируете. Дальше вы начинаете под эти критерии разбивать людей, то есть подпадает, не подпадает. А дальше... Что я забыла? Что он спросил? Забыла, что он спросил. Так, я найду. Сначала критерии, потом... Так, все сегменты в кучу. Сначала критерии, потом мотивы, и только после того, как вы понимаете, почему они вас поддерживают, вы цели на каждый сегмент ставите. Понятно? Или непонятно? Вообще, то, что я вам рассказываю, смотрите, дорогие коллеги, то, что я вам рассказываю, это делают профессиональные маркетологи, это делают специалисты, которые стоят больших денег, которые приходят в организацию и начинают вот это вот делать. У вас возможности такого специалиста пригласить? Нет. Вы можете сделать все самостоятельно, подключив команду, посмотрев презентацию, написав в личку мне вопрос, но только вопрос конкретный, то есть на вопросы я ничего не поняла, я отвечать не буду. Пишите, что конкретно не поняли. Это тоже важно. Вот. Вопросы я ничего не поняла. Так, значит, что? Просит карту микромоментов, но мы вышли презентацию вам, вот сегодня напишет и вышлет материалы, пример заполнения был бы тоже полезен. Не знаю, мы для себя отметили этот пункт, может быть, отдельную встречу сделаем, почему нет. В принципе, у нас на 15 встреч уже есть график и темы, но никто не мешает сделать 16 встреч, 17, 18, 19. Самое главное, чтобы было вам полезно. Давайте еще... Пару минуток еще есть, давайте, кто хочет выйти голосом, что-то спросить, сказать, поделиться. Ну, либо можно просто в ответ в чат заплюсовать что-нибудь, написать, насколько... О, мы уже стали лучшими, не успев начать. Вика. Это просто воля, потому что такая хорошая. Лови тебе сердечко, Оль. Так, хорошие мои, давайте тоже здесь скажу, что несмотря на то, что мы какие-то там темы накидали, как за 30 минут можно что-то автоматизировать, коммуникации, быстро там сверстать письмо, сделать первую триггерную рассылку. Ну, то есть мы как бы стараемся на этих встречах давать какие-то такие инструменты, которые вы можете вот как раз за следующие двое суток взять и у себя внедрить, пусть не полностью, но хотя бы чуть-чуть попробовать и так далее. Несмотря на это, вы можете, естественно, влиять на повестку и любые темы, которые сейчас вы вдруг захотели что-то там попробовать. Пишите, пожалуйста, нашему чат-боту. Я думаю, что мы точно найдем практически на все ребят, которые уже это делали и смогут поделиться с нами. Ир, хочешь что-то добавить? Нет, я все сказала. Если вдруг что-то кому-то непонятно, пишите, будем разбираться. Но еще раз к вопросу, ну, как бы, вопросы я ничего не поняла, не это самое, не приветствуются. Что конкретно не поняли, где конкретно помочь, помочь разобраться. Я всегда помогу, ну, нормально, абсолютно. Вот. Если бы мы знали, мы бы тебе не писали. Идите, смотрите на тех, кто вас поддерживает, кто вам помогает. Цифровывайте их и выбирайте перспективный сегмент и выстраивайте с ними коммуникацию. Не распаляйтесь на всех, бейте в цель и, скорее всего, у вас будет... Слушайте, слово цель в сегодняшней ситуации коннотация не очень хорошая. Я замолкаю. Спасибо. Да, выходите из эфира на этом. Так, всем хорошего вечера, спокойной ночи, у кого ночь. Еще раз спасибо, что пришли, что не грустите, нацелены на изменения. Все, давайте делаем то, что делали, делаем еще больше. Всех обнимаем, целуем. Всем горячий привет от Гаранта. Увидимся послезавтра, 5 марта, в то же самое время. Чат-бот вам все расскажет. Пока.